После такого сокрушительного удара очевидцы не надеялись, что кто-то из людей, находившихся на передних сидениях Лады, мог остаться в живых. К счастью, в салоне был только водитель, хотя шофер получил многочисленные травмы, но находился в сознании. Хотя Лада 19 модели от мощного удара в мгновение превратилась в груду металла, тем не менее водителя не зажало искореженным металлом. Очевидцы аварии до приезда сотрудника МЧС смогли вытащить его из салона и передать в руки медиков. Он вообще в рубашке родился, я смотрю, да, тоже. Ну, этот весь в крови, конечно. Видимо, в шоковом состоянии был, он еще стоял, этот пытался встать. Ну, кричал, конечно, кричит, боли, вылупли, пока скорого ждали. Когда медики погрузили пострадавшего в карету скорой помощи, водитель продолжил вести себя неадекватно. Не только кричал, но и кидался на врачей с кулаками. Спиртным от него не пахло. Медработники не исключают, что пациент мог находиться под действием наркотиков, вероятно. Поэтому на дороге он и не заметил впереди ехавшую «Газель». Я много нагоняю, я не местный, поэтому я не гоняю. Ну, 50-60. Не тормозили вы? Нет, нет. Просто почувствовали сильный удар? Да, сильный удар, бах, и я сам испугался. Выяснить, в каком именно состоянии находился пострадавший мужчина, удастся в больнице после экспертизы. Ладу 12-й модели смысла восстанавливать уже нет. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.